Значит, касательно моей родной Малороссии и Украины, я все-таки уже женец, надо сказать, при Черноморье, формально на Украине, давайте скажем так, мы живем в мире абсурда, никуда Украина не вступает, в ЕС ее не берут, ее берут в зону свободной торговли с Европейским Союзом, никакого членства в ЕС Украина не получает, в ЕС сама в кризисе, она не знает, что там с Болгарией и Румынией делается, с нищебродами, где он, в Болгарии, что люди сжигают себя, потому что там страшная жизнь, ЕС не помогло, что, значит, что такое украинский политикум, все эти топчущие флаг, украинацисты, украинские и прочие, это невменяемый толпа психопатов, как они подписывали договор об торговой ассоциации ЕС с Украиной, они же его не читали, вот как ВТО вступало в Россию, никто не читал протоколов, никто не знает, никто не считал экономического эффекта, Известно, 15 миллиардов долларов экспорт Украины в Евросоюз, 24 импорт, уже разнобой, после того, что будет якобы свободная торговля, всего 1 миллион тонн по квоте, зерна разрешили дополнительно туда, в Европу из 50, ну да, 40 с лишним 50 миллионов тонн, Это значит, что товаров ЕС, субсидируемых государством продовольствия, будет завалена Украина, украинское сельское хозяйство рухнет, рухнет машиностроение, никуда Украина не денется, сколько раз говорили, ушла Украина в 91-м, навсегда, потом в 2004-м, после ранжевых, навсегда ушла Украина, никуда не уйдет, мы одна страна, запомните, никто никого не опускает, не должен отпускать, мы один народ на самом деле, Что будет после так называемой ассоциации ЕС с Украиной? Как мы говорили, рушится сельское хозяйство, польское сельское хозяйство, забивает сельское хозяйство Украины, Украина становится придатком Польши и Евросоюза, рынком сбыта Естественно, Украина нарастить свой экспорт не может, потому что нечего, вот 15 миллиардов это химия, уголь, металл, металлические изделия, все больше у нее не будет Дальше, восток, вот этот, так сказать, юга, восток Украины, Новороссия и Заднепровье, восточная Заднепровье, это русские на самом деле, там живут и енки, куча енки, как я-то енка, я съедняк, я восточный украинец Очень, так сказать, мы никогда не страдали бандеровщиной, понимаете? Вот эти районы, они кормят центральную и западную Украину, здесь и здесь рухнет наша промышленность, еще оставшаяся, которая кормит запад Дотациями, если рухнет сельское хозяйство, порт в Одессе уже проигрывает порту в Констанции, у Одессы, так сказать, моя родина, мои друзья там Порт пустеет, работает неритмично, значит, собственное благосостояние будет падать, надо еще кормить эту янучар этих, всю эту Днепропетровскую мафию, местную мафию начать, надо еще кормить Западен Чечню эту, собственно говоря, которую треть Украины занимает, вариант Чечни, на Украине это Галичина, собственно говоря, при Карпатии бандеровская Вы понимаете, что Украина пошла к распаду, вот в результате экономического кризиса, потому что присоединение к ЕС, это была религия, понимаете? Ну нельзя же сказать, мы 20 лет мудаками были, мы же в Европу шли, от Москвы, и там будет цивилизация Большинство политикумов, большинство этих украинацистов, они в экономике ни хрена не понимают Это психопаты, понимаете? Психопаты упрощенные Они даже не понимают, что они подписали себе Так что успокойтесь, никуда Украина не уйдет Другое дело, что нынешняя Российская Федерация не является привлекательным объектом для Совета Если здесь будет русская власть, если здесь будет индустриализация, здесь будет уничтожить коррупцию Если здесь будет строиться, в общем, все активно Украина будет притянута назад По крайней мере, Украина в границах до 1939 года А Запад, пусть идет эти четыре области западные, пусть они там Тегнебока, Тегнегуза выбирают Кличков, вот пусть там они, Фарионов Великолепно будет нищая провинция, как она была в Австралии Все, ребята, Украина не проиграна Мы еще будем вместе